Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сегодня мы празднуем Крещение Господне! И поздравляем с этим праздником зрителей, которые в этот день тоже празднуют этот праздник! Сегодня мы расскажем, почему мы сегодня в Крещении не купались в проруби! В Москве стоит теплая погода, и этой проруби просто нет! Ну да, там снега нет, на прудах тоненький-тоненький слой льда, кое-где трава зеленая порастает. В общем-то, проруби просто нет как таковой! А еще в проруби купаться холодно и грязно! И даже более того, не только в проруби, но и в святом источнике, в который выстроилась огромная очередь, и в котором несколько тысяч грязных потных тел искупались, а в этот источник тонкая струйка воды втекает, тонкая струйка воды утекает, как ни странно, в этом источнике тоже грязно! Но самое главное, купаться в проруби православному христианину совсем не обязательно! Да, есть некая традиция, точнее была, когда не было в домах водопроводов, а проруби это был нормальный хозяйственный водоем, и водоем чистый, тогда действительно такая традиция была. А не все понимают, что в день крещения Господня освещается все естество воды, то есть вся вода становится крещенской! Это точно! Вот у нас с прошлого года осталась бутылка крещенской воды, вот у нас просто стояли две бутылки питьевой воды на случай, если воду отключат, она тоже стала крещенской, и вот в этом сосуде вода тоже стала крещенской, несмотря на то, что в нее добавлено еще немного ингредиентов. которые делают эту воду более вкусной! Действительно вкусно! Лена в этом году оканчивает учебу на богословских курсах, и поэтому, отвечая на вопрос поганых хулиганов-безбожников, атеистов, провокаторов, что если вся вода стала крещенской, стало быть, на всей воде находится благодать Святого Духа, и в унитазе тоже крещенская вода! Значит, что получается? Можно пить из унитаза? Отвечай безбожникам! Ну, в это время вода тоже, как и во все остальное время года, есть предназначенная для питья, а есть вода, предназначенная для гигиены, ну, а также даже та, которая просто любоваться в прудах, например. Вот. Ну, а вода, которая предназначена для гигиены, она такой и остается и сейчас, во время этого праздника. И благодать, которая на ней, она для выполнения этой водой ее функций гигиенических. Это точно. Да, это точно. И функций красоты. Вот мы сегодня гуляли, солнышко светило, было очень красиво. Да. А та вода, которая для питья, она для питья. Да. И что самое интересное, не все знают, что отдание праздника будет аж... Аж 27 января. И до 27 января вся вода, в том числе и та, которая в храме, будет крещенской. И поэтому набирать воду можно в храме, чтобы соответствовать православной субкультуре, то есть выполнять традиции, принос воды из храма в дом, можно аж до 27 января. Поэтому мы как раз воду не приносили, в очередях не толпились, а пользуемся крещенской водой уже. Мы в ванне искупались в теплой и чистой воде. Чистой воде, да. И пьем вкусную и предназначенную для употребления в праздники воду. С крещением Господним. С крещением Господним. С крещением Господним. А теперь, Лен, отвечай всем зрителям по поводу крещенской и богоявленской воды. Чем она отличается? Может быть тебя смотрят твои преподаватели? Ну, я могу точно сказать, что для нас, для христиан, это все одна и та же вода. Потому что в оба дня, что 18-го, что 19-го, она освящается одним общим чином великого освящения воды. И это одна крещенская вода. И какая разница? Освящена она в сочельник или она освящена в самый день праздника? Вот. Но это для нас, для христиан. А вот всякие эзотерики и прочие, в общем, они считают, что разница есть. Потому что, к сожалению, нашу литургику они всерьез не воспринимают. Ну, потому что они же язычники, они живут по другому календарю, по языческому. К сожалению. И для них это в день крещения и в день богоявления, в крещении, в крещенский сочельник, звезды стоят по-разному. И всякие природные и языческие процессы другие. Поэтому они, бывает, в храм идут, чтоб воровать христианскую интеллектуальную собственность. И начинают к батюшке приставать, спрашивать, а какая вода крещенская, а какая богоявленская? Ну, батюшки, естественно, стараются каждому объяснить, вообще, что это вообще за явление, что вообще эта великая геасма одна и та же в оба дня освящается одним чином. А людям-то надо обряд свершать. Они-то все ломанулись, они же не христиане все, они же все эзотерики. Им для обряда какая-нибудь там ведьма-колдунья-экстрасенсы говорит, что нужна крещенская вода, нужна богоявленская вода. Да. Но, кстати, их ждет большой облом, что в баке, из которого вода набирается, воду-то в церковь смешали. Правильно сделали. В общем-то, да. Да. Обряд не сработает. Супер. Лена, а что ты скажешь про целебные свойства крещенской воды? Целебные свойства крещенской воды наукой не доказаны. Скорее всего, и не будут доказаны. А почему? Потому что наука не может исследовать объект, не ограниченный в пространстве и времени, и не подчиняющийся научным законам. А религия может как раз это исследовать. Потому что в крещенской воде действует святой дух, а он не является предметом науки, а является предметом исследования религий. Поэтому, чтобы вода стала целебной, ее не освещают, а в нее добавляют вещества, влияние которых на организм человека научно доказано. И в фармакологии эти вещества называются действующие вещества. Немного саморекламы. Чтобы вести свой YouTube канал, мы на коммерческой основе обслуживаем 1С бухгалтерию. Подробности на сайте 1024byte.ru В общем, Лен, желаю тебе защитить успешно дипломный проект. А мы прощаемся с вами. До свидания. До следующих видео. Подписывайтесь на наш канал. Не лезьте в прорубь, если не занимаетесь моржеванием. До встречи в следующих видео. Подписывайтесь на наш YouTube канал Платочек. До свидания. Oops... Подписывайтесь на наш канал.